Порой нам, когда случайно, а когда не совсем, попадают в руки какие-то старые вещи. Когда это находки, когда игрушки, а бывает так, что какие-то непонятные штуки. Одни люди забирают их домой, ну а вдруг пригодится. А другие, например, увидев на барахолке, просто проходят мимо. Мне это точно не пригодится, думают они. Но не все знают, что на старых вещах в наше время можно реально заработать деньги. И порой бывают очень неплохие деньги. Но как отличить просто интересную штуку от той, которая стоит денег? Надо смотреть подобные ролики у меня на канале, они выходят регулярно. Так что давайте посмотрим, что находят поисковики и покупают коллекционеры. Кто и зачем это сделал, остается загадкой. Мы имеем, так сказать, на выходе больше 10 килограмм серебра. Но это уже лом, это не изделие. А если присмотреться, то видно, что здесь были стаканы, кубки, подсвечники. И скорее всего, какая-то церковная утварь. Но все сломано. Кто-то это все раскурочил. И видно хорошо по патине это было давно. В наше время человек решил это уже продать как лом. Так и написал. Я не знаю, какой варвар это все сломал, но я продаю как лом серебра. За данным лотом сидело больше 60 человек. Сделали 45 ставочек. И вот такая вот куча серебра, больше 10 килограмм, была куплена за 240 тысяч гривен. Это у нас примерно 5800 долларов. Будут варианты, кто и зачем это сломал. Уверен, те люди, которые занимаются поиском, ходят с копикалкой по полям, не раз находили подобную монетку. Это у нас одна копеечка 1931 года. Ранний СССР. Монетка из алюминиевой бронзы. Еще и такие вот пятна какие-то. Вот именно такая монетка ничего не стоит. Почта дороже. Подобные лучше продавать кучкой. Но здесь она как бы необычная. Что необычного? Так брак вот такой вот. Кто-то называет за липушкой, кто-то односторонний чекан. Неважно, главное, что человек ее нашел. За лотом сидело, представьте, только 270 человек. Сделали 58 ставочек. И одна копеечка, но с браком периода СССР, была куплена за 12 тысяч и одну гривну. Это у нас примерно 290 долларов. На что похоже? Вот так, когда сразу посмотреть, кажется, игрушка, да, елочная какая-то. Не, а потом обратите внимание на клеточки. Оно маленькое. Да и вес такой. Это как бы подвеска периода скифов. Да, золото. Но маленькое, но целое. За данным лотом сидело 26 человек. Любители скифского золота. Но сделали 41 ставку. И в итоге такая хруха из земли была куплена за 6 тысяч и 101 гривну. Это у нас примерно 150 баксов. Вы только посмотрите, какого красавца поднял парень. Ему, конечно, спросили. А не скажете ли, пожалуйста, где нашли? Он ответил. Так легко. В Ривненской области. Ну, практически место не спалит. И вам не показалось, друзья? Да, да, это камень. Древний топор сделан из камня. С такими вот красивыми какими-то ребрами жесткости. Лично я такой вижу впервые. В основном они гладкие. За данным лот отсидело 59 человек. Сделали 117 ставочек. И в итоге каменный топор, но красивый, был куплен за 19 тысяч и 501 гривну. Это у нас примерно 470 долларов. Понимаю, логичный вопрос. А как нашел это же камень? Случайно, друзья? Случайно. Я прям слышу мысли некоторых людей. Да это не может быть настоящая монета. И вообще эта монета, это какой-то жетончик. А может быть с игры современной и что-то такое. Вот прям, ну, разве такие монеты были? Были, друзья. Правильно называется статер. Статер Александра Македонского. И что? Правильно вы поняли. Да-да, она из золота. Из древнего золота. Смотрите, что пишет продавец. Ридкий с нейстатер Александра Македонского с монограммой на реверсе. Монета с провинансом. И добавил, думайте, когда делаете ставки. Ну, тут понятно, потому что дорого. За данным лотом сидело практически 400 человек. Сделали много. 139 ставочек. А набросали еще больше. Вот такая вот небольшая монетка пошла кому-то в коллекцию. А здесь внимание. За 251 тысячу гривен. Это у нас на секундочку больше 6 тысяч долларов. Парень в Одесской области напипикал вот такую вот красотень. Угу. Нашел и думает. Это современное или старое? Непонятно. Поставил на обсуждение. Ему умные люди сказали. Поздравляем. Это антропоморфная привеска. Где-то 9-10 век. Называется семейная пара кочевников. Я когда-то показывал такую. Но там была чуток не она. Но суть понятна. Что изображено? Да кто его знает? Может у кого будут варианты? Но не про то. Парень ничего не чистил. Боялся и дышать. Видите? Возле ног сломано. Просушил и поставил на торги. За данным лотом следило больше чем 200 человек. Сделали немало. 103 ставочки. И вот такая вот небольшая привеска была куплена за 21 тысячу и 201 гривну. Это у нас примерно 515 долларов. Парень на металлоломе нашел вот такую вот штуку. Сдали как какой-то непонятный велосипедный или мотоциклетный насос. Ну понимаете? Колеса качают. Ну парень понял, что не. Находка не про накачать колеса это точно. Он забрал его домой, чтобы почистил и поставил на торги. Это у нас ротный миномет образца 1939 года. Как это ни странно, за лотом сидели люди. 14 человек. И он был куплен ровно за 5000 гривен. Это у нас примерно 120 долларов. Зачем люди такое покупают? Кто его знает? Вот на первый взгляд подобные иконы не стоят больших денег. Они есть у многих и они стоят до 1000 гривен. Но это не такая, друзья. Это на первый взгляд. Если присмотреться, то видно, что совсем другая. Это у нас храмовая икона. Все сделано по богатому. Латунь, посеребрение, золото. Ух. Где продавали? Ну не столь важно. В Полтавской области. Посмотрите, какая красота. За этим годом сидело не очень много. 16 человек. Но сделали 79 ставочек. И в итоге такая вот красивенная икона была куплена за 40 тысяч и 951 гривен. Это у нас примерно 1000 долларов. Как показывает практика, люди очень любят разные изделия из бронзы и латунь. Когда они еще в такой вот красивой шоколадной патине. Да, замечу. Это у нас композиция сделана до 1960 года. Вес просто не скромный. 22 килограмма. Название какое? Девушка в раздумье. Вот почему-то я так и представлял себе девушке, которая о чем-то думает. Материал бронза и камень. Да, подобные вещи не надо натирать. Никаких пескоструек и всего такого. Вот этот вот коричневый налет, он является частью цены. И доказывает как бы то, что вещь настоящая и старая. Размер, представьте, полметра. Ширина 30 сантиметров. Высота 40. Продавец написал, вы не представляете, вживую выглядит просто изумительно. Люди поверили. И таких было 41 человек. Они верили и делали ставку. В итоге накладывали 130. По итогу такая красота пошла кому-то в коллекцию за 39 899 гривен. Это у нас примерно 965 долларов. Вот честно, если бы у вас были лишние деньги, вы бы себе купили такую девушку в раздумьях? Или нет? 22 килограмма. Лот из той песни, что да ладно, а я бы выбросил. Посмотрите на вот эти вот вещи. Когда смотришь, ну что-то какая-то каванина, да, ну на очень старое как бы и не похоже, потому что коррозии нет. Ну как-то может быть современное, может нет, но больших денег не стоит. Вот многие люди подумали бы так. А нет, это у нас, друзья, 17-18 век. Древние замки с такими вот просто шикарными накладками. Вес всего лота 5 килограмм. 5 килограмм замков. Где человек взял такое, да кто его знает. Но видно, что стояли, использовались, да, продавали его на Франковской области. За данным лотом сидело 18 человек. Это те, которые хотели купить и поставить себе как фурнитуру. Под конец торгов все-таки кто-то содрел и купил. Данный лот был продан за 3900 гривен. Это у нас примерно 95 долларов. Так что не спешите разные такие старые вещи выбрасывать на металлолом или на мусорку. А вдруг они денег стоят. Так что, друзья, если у вас есть какая-то капанина, старые вещи, вы хотите это обменять на деньги, а не знаете, как правильно это сделать, а главное законно, напишите мне по ссылочкам под этим видео. Только сразу добавьте туда хорошие фотографии и я вам помогу. Спасибо.